всем привет продолжаем играть волосы не колец битву воинств давайте сразу покажу вам как обстоит дело на карте так если посмотреть какой-то вообще непонятная ситуация у эльфов тут отдельно какая-то территория есть рохан бедный вообще его уже фактически уничтожили осталось только хельма пать но захватили столицу на причем ее захватил гондор я думал мордор потому что он тут вроде тоже был где-то здесь рядом в общем прошло несколько дней с того момента как мы захватили чертоги трандуила теперь здесь у нас просто куча фартов здесь нет никакого намека даже на войну но эльфы наступают они хотят видимо вернуть и на переправе здесь уже скопилось определенное количество командиров правда им есть кому противопоставить правда им есть кому противостоять у нас здесь 33 но все это не важно потому что мы пошли на север и сейчас мы получается скоро уже будем брать крепость гундабада в тот же день когда мы захватили эльфийское дерево эльфы должны были взять долгул дурну по какой-то причине они не смогли этого сделать и сюда пришел мордор они полностью выбили эльфов то есть эльфы сейчас очень слабые не в каком-то тильте я не знаю не способны толком нормально отбиваться вот здесь у нас находится переправа на гундабад через которую мы высаживались эльфов здесь было заграждение из фортов но мои союзники его пробили когда я был в оффлайне я этим воспользовался чтобы продвинуться дальше построил здесь три форта у меня все практически герои пошли вперед крепости гундабад то есть пятью отрядами я буду бить в то время как хиргона и отправил назад домой и он здесь проходит учение я внес некоторые коррективы в снаряжении выглядит она теперь вот таким вот образом будем продолжать прокачивать его делать еще лучше я смотрю тут эльфы еще и еще подтягивают войска не прям недовольны тем что мы здесь то есть они прям хотят напасть на нас на самом деле план у нас очень простой сейчас мы якобы в союзе с мордором ну там на юге кто может отбивается от некоторых мордоров ских ребят которые решили напасть то есть условно мы отдаем кольцо мордору а сами идем на карандум захватываем его это будет наша третья столица на кстати столицами фракции считаются города от 1320 силы в час те же чертоги трендуил они зарабатывают тысячу в час и это не считается столицей я этого не знал на данный момент у нас сейчас только две столицы это эребор и город пастбищ который мы захватили в роне вот ну а целью задания как можно посмотреть после захвата долгу дура как раз таки идет владение тремя столицами и после этого якобы будет начисление каких-то очков за которые можно будет приобретать артефакты я честно говоря без понятия как это все выглядит и вообще правда ли это поскольку я играю первый раз и это мой самый первый сезон но в любом случае посмотрим будет интересно по командирам каких-то кардинальных изменений у меня нету но скорее всего от легалоса я буду отказываться потому что он не совсем подходит мне дело в том что легалос подразумевает использование эльфов а я принципиально их нет а я принципиально их не использую здесь есть даже усиление которые допустим уменьшают урон получаемый эльфами гномами то есть можно использовать эльфийских лучников усиливая им урон и понижая входящий по ним урон и при этом использовать тех же хранителей взять здесь еще снижение получаемого урона и гномы тоже будут получать его меньше мощный конечно командир легалос но мне он судя по всему не подходит да и вообще вроде как там будут добавлять фракции вот мне бы хотелось например поиграть за арнор но я не уверен что буду именно во втором сезоне им играть посмотрим там еще буду отталкиваться от моих артефактов у меня допустим есть замечательная кувалда она рассчитана на гномов и в арноре будет трудно ее применить в общем ладно в общем в любом случае нам сейчас надо забрать вот эту крепость для начала но тут она очень слабая судя по всему защитники 25 уровня всего 8 армий да и стены я думаю здесь хрупкие того что у нас здесь есть может вполне хватить по серверному времени осада начнется через полчаса давайте подождем и да кстати пока мы ждем осады хотел показать немножко свой город что мне тут изменилось во первых у меня есть часть солдат которых надо вылечить и здесь немного но так как казарма у меня забита полностью сделать этого не выйдет я полностью прокачал железных воинов за золото полностью прокачал точных стрелков хранители я решил не трогать и вообще наверное не буду их больше использовать не очень мне нравится метатель либо еще улучшить но мне нравится их большой разброс и что то сильно они умирают дон и дайн прокачаны на 9 из 10 стражи цитадели я еще не начал ими заниматься не нанял даже ни одного юнита немножко прокачал всадников ну как немножко на 9 из 10 они почти фуловые немножко прокачал всадников ну как немножко не почти фуловые конечно 9 из 10 есть еще кавалеристы рохана которых я тоже почитаю потому что они быстрые да и тем более показатели урона и здоровья неплохие пути защита небольшая катафракты еще есть гондорские но их я еще не пробовал надо будет посмотреть что это за рыба ну или напишите в комментариях стоит ли их вообще брать ну тут я смотрю какая-то более защитная конница то есть у них урон больше даже чем у роханцев а нет не урон у них как раз таки меньше у роханцев минимальный урон равен практически их максимальному но у них большое количество очков здоровья 61 защиты и при этом 110 скорости очень неплохо по показателям осады они точно такие же как роханские всадники только на один больше и хуже всадников на баране да и у них на 20 единиц больше защиты и больше здоровья при этом ну защита на двадцать одну единицу больше здоровья на 4 короче я понял нормальная ребята просто тяжелая бронированная конница первая пассивка у них идет на снижение получаемого урона и 2 минус к урону получаем от вражеских отрядов ближнего боя прикольно в любом случае под них надо освобождать казармы но я их попробую мне интересно по строениям могу сказать лишь что мне тут осталось совсем немного немножко прокачать дань зерном 3 уровня руды 2 уровня дерево 2 уровня камня ну можно склад последний уровень но по большому счету и все башню лучников и зубчатую стену ставить смысла особо я не вижу у гномов у меня все улучшено у гондорцев почти все осталось еще конюшни всадников улучшить чтобы можно было катафрактов быстрее нанимать уроханцев все улучшено у эльфов я полностью скупил все жилище потому что здесь увеличивается природа золота и добывают дополнительно древесину по сбору золота за раз у меня 19200 я так понимаю это максимальный показатель если не учитывать способности кольца которыми можно увеличить это количество золота смотрите-ка что тут происходит уже начали атаку а видимо в шесть часов я думал 1830 но нет хорошо тогда начинаем атаку очень вовремя это я зашел а тут стена сломана практически от нее так-то ничего не осталось но все страной все войска пошлю до стена очень быстро отлетает здесь еще и орлы кстати есть где-то вот в этих землях да вот ребята по захватывали орлов я в принципе думал брать мне ли мне их пытаться или нет или забить но в любом случае здесь есть конкуренция как бы и да я и без орлов нормально поиграю сейчас мои войска уже начнут бить но я на самом деле у меня повысился осадный урон конечно из-за того что командиры стали сильнее осадный урон у них тоже вы вырос 133 с половиной тысячи мне себе неплохо 45 процентов осталось у стены на 4 нанес 68 и 5 это понятно легалос 87 еще очень хороший показатель осады конечно же у хиргана но он на учениях 35 процентов в итоге осталось а сколько нанес гэндальф гэндальф 114 но он чуть поменьше дома же чем двален ну после того как мы захватим гундабад дорога на карандум нам открыта единственно что была речь о том что сезон не закончится сразу он продлится еще как минимум месяц с момента захвата кольца то ли с момента захвата трех столиц я так не совсем понял то есть там будут чисто баталии и так понимаю которая направлена на то чтобы удерживать столицы и зарабатывать в боях с игроками валюту чтобы потом на нее что-то покупать в конце сезона так что ли на кстати каждое выходные у нас происходит событие сердце героя на думаю вы все уже знаете то есть это появление балрогов и драконов точках земель начиная 200 и там получается если обменник за нанесенный урон вот надо будет на этой неделе тоже как минимум весь обменник забрать на тех выходных в смысле ну и плюс там дают хорошие подарки за саму победу над балрогом продолжают вливать урон сколько у крепости осталось но крепость очень слабая на нас тут совсем ничего по сути и мы ее без проблем взяли 67 87 все тот же самый урон понятное дело потому что войска то не снижаются некому сопротивляться я так полагаю есть честно несу последние удары а может быть и нет я пару героев послал другие земли захватить чтобы забрать форты но построить форты вернее мне нужно будет перебросить войска сюда потому что сейчас перед грядущими выходными наверное верну домой войска чтобы побить балрогов посмотрим или дракона 5 процентов осталось не добьет значит кто-то другой видимо окно и получается вот это вот он этот момент взятие крепости если получится им столько снести не особо да а чё так слабо то сколько там армии он всего три процента снес да ладно или он потратил все свои армии при первой атаке на а вот эти вот войска которые защищали ладно я сам все сделаю они долго будут идти сейчас мы легалос закончит эту работу но я надеюсь он два процента снесет легалос ну давай не подведи я понимаю что у тебя сколько 87000 с одного урона вообще можно как бы послать ну скажем фродо и сэма например или кого-то еще так сможет легалос или нет на смог красавчик я занял крепости гундабад пусть возвращается молодец хватило урона все таки но все получается теперь гундабад наш наши земли все больше и больше разрастаются она знаете как открытая пасть получается которая сейчас сожрет просто всех эльфов ну все теперь собираемся с силами идем на карн дум здесь до него не так уж и далеко всего несколько точек переброски 23 фарта я дойду до карн дума ну что же на этом наверное видеоролик свой закончу продолжим когда я дойду до карн дума ну или раньше если произойдет что-то интересное всем спасибо за просмотр до встречи